...номером один. Я вижу каждый раз, как ты переживаешь и всех своих бойцов называешь именно братья. Ну, пока вот ты не сказал, я особо не думаю об этом. Там номер один, номер два. Живу, да, своей обычной жизнью, как я жил до того, пока стал номером один. То же самое, там ничего не изменилось. Просто я сам, когда рос, у меня тоже были рядом старшие братья, там, друзья по тренировкам, так скажем. И я на них рос. И сейчас я вижу, что на мне тоже молодые растут, так что помогаю. И ничего такого здесь нету. Я не вижу здесь что-то глобального. И план следующий бой, где, когда, с кем? Какие новости вообще есть от юстиста? 4 марта. Я хочу драться с Фергюсоном, так как надо драться с сильнейшими. Ну, конечно, хотелось бы за настоящий пояс, но так как Макгрегор взял перерыв. А насчет соперника нет пока что. Кого дадут, с теми поделимся. Кто там, Альдо, Киезо. Там уже без разницы будет. Хабиб, а вот еще, ты лучший боец сейчас в UFC, единственный, скажем так, из России. Кого ты видишь, ну, таким достойным преемником, кто, может быть, тоже после тебя пойдет в UFC? Я думаю, в тяжелом весе, я думаю, Минаков мог бы чемпионом UFC стать. Я бы отметил, наверное, из тех, кто выступает в UFC, можно Ислама Махачева отметить. Не знаю, Магомед Бибулатов, 57 килограмм его только подписали. Также есть другой тяжеловес, Сергей Павлович. Он с моей командой, сигнал с ММА, я думаю, он тоже, у него тоже очень большое будущее. 24 года, это только начало для тяжеловеса. Ну, есть очень много бойцов, сейчас у нас ММА сильно растет, и с каждым годом будут появляться еще более такие молодые звезды. И этому не к чему удивляться, потому что у нас ММА очень сильно растет. С какого возраста, ты думаешь, надо выпускать молодых людей на ринг, именно профессионально, UFC, ММА? Ну, если я, например, руководил бы это, мог бы контролировать, я бы, наверное, меньше 20-ти не пускал бы. Потому что, как-никак, бьют, это не боксерские перчатки, это четырехлунцовые маленькие перчатки. Много свечек получают молодежь, много нокаутов, сотрясения мозга. Ну, я думаю, меньше 20-ти не пускал бы. Просто меня отец сам не пускал до 21-го года, я даже спарринги не делал. Да, я тренировался в ММА, но у меня спарринга вообще не было. Утолок тогда до скольки? Человек сам может решить. А в юном возрасте что-то кровь кипит, я помню, когда 17-18 лет, я тоже хотел рваться, драться. Отцу говорил, сделай мне бой, сделай мне бой, думаешь, ты самый сильный. Особо мозга тоже не бывает. И нужны определенные правила, чтобы ему следовал. Пока вот на ближайшее время нет предложения провести бой в пенсиях, возможно, на той же самой пенсии. Наверное, вы имеете в виду про Вимки? Можно сфотографировать? Нет, вот именно у Хабиба. Я не могу не сдраться, так как у меня контракт. UFC – это организация, это лучшая организация в мире, которая проводит бои в смешанном стиле. У меня с ними контракт, и я могу проводить только под егидой UFC бои. Если UFC приедет в Пензу, я, конечно, здесь поддержусь. Есть приглашение в город Бушамбель, на Батской области. Там очень много фанатов у вас. Там все поддерживают, все пишут. Я через пару дней в Америку улетаю на подготовку. Но у меня есть приглашение в Таджикистан. Правильно же? Таджикистан, это, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, 25 марта будет. 25 марта.